Привет дорогие друзья! С вами Дэн Байкал. Хотел показать свой домик в деревне, который я приобрел. И живу счастливо. Сам домик 54 года выпуска. Он камышовый. Просто обложили его, залили новый фундамент, немножко отмазка. Тут есть. Отмазку делал предыдущий хозяин. И обложили его. Ну добротно так, неплохо обложили. Старенький, но уютненький. Крыша четырехскатка. Правда шиферная, но нигде тут, слава богу, не протекает. Залазишь, там темно. Хорошо. Перекрыли. Вот такой небольшой домик. Старенький, уютненький. Конечно, не везде есть пластиковые окна. Ну, будем над этим работать. Такой вход. Есть. Главное, что он защищен от атмосферных осадков, от разрушений. Мыши не водятся, слава богу. Вот такой вот у меня домик. Небольшой. Шестьдесят семь квадрат. Ну, уютненький. Также есть хвост-постройки. Летняя кухня, баня. Вот сарай и гараж. А также дровник. Есть даже канализация. В общем, вот так, друзья, я живу. Вот, небольшой домик, пятьдесят четвертого года выпуска. Ну, уютненький. Все есть. Есть своя канализация, душевая кабина, водопровод. В общем, хорошо. И еще хотел о чем рассказать. Что, как меня обманул продавец при покупке дома. Ну, не этого дома. Этот, слава богу, я живу уже. Радуюсь, не нарадуюсь. Большая благодарность Александру, который мне помог купить. Вот. До этого мы рассматривали другой вариант. У нас тут был такой подходящий вариант. Правда, там печное отопление, электрокотел. В общем, как бы он выглядел немножко посреднее, покруче. Вот. Как только мы договорились, мы начали оформлять документы на ипотеку. Договорились на определенную цену. Я уже стал за свой счет заказывать справки из ЕГРН. Это где-то 800 рублей. Плюс бензин тратил, ездил, договаривался. Плюс оценку заказал. Пока оценщики делали, оценивали, оценивали. Потом у них документов не хватало. Нами желания стали документы заказывать. В итоге что получилось? Прождали мы три месяца. Хотя брали как бы кредит. Уже проценты платили за это все. Прождали три месяца. И когда в итоге пришли к нотариусу, а нотариус говорит, у нас даже документов не поступало. Вот. Стали разбираться с этими продавцами, которые вату катали. Оказалось, что они просто сотрудничают с компанией, которая делает оценку. То есть я тупо на то время больше пяти тысяч потратил просто так. А в итоге, когда начали с ними разбираться, зачем вы время тянете, вы продаете или не продаете, они запросили на 200 тысяч больше. И поэтому с ними никак не получилось взаимодействовать. Вот тут Евгений Карпенко такой проживает на Ленина 53, по-моему, этот дом. Дом вроде сам хороший, уютненький. Но есть вот такие люди, с которыми можно попасть. Почему потом, как бы, не стал разбираться с ними. То есть, допустим, как-то физически возвращать эти деньги. А потому что вот такие люди для меня, они просто, как бы, умершие. От них просто смердит. Которые, вот, хотят нажиться. Людям жить негде. Они теряют время драгоценное свое, бегают. А очень плохие люди. Ладненько. Всем пока. Желаю удачки. Не попадайте.